Здравствуйте! Рад, что пришли. Не знаю, это вы на фронт или просто так, развлечения, экскурсии. Я всех призываю на фронт. У меня это уже четвертая презентация в книжных магазинах Москвы. И я вам сейчас скажу, что я рассказывал на предыдущих, потому что я везде рассказываю разные. На предыдущих я рассказывал, почему мы не можем представить себе будущее, почему любые прогнозы сейчас обречены на провал. Дело в том, что будущее сейчас будет результатом очень большого количества разнонаправленных процессов, которые будут одновременно протекать в геополитике, в технологиях, во владениями базовых данных, в изменении социальной организации на уровне просто социального взаимодействия между людьми, на уровне прежних институтов и системы образования. Институтов я имею в виду, семья и так далее. Значит, изменится структура экономики, изменится потребность рабочей силы, изменится вообще логика формирования валового национального продукта и так далее. То есть будет меняться абсолютно все, изменится медицина, изменится, я не знаю, в общем, связь будет совсем другая. Вполне возможно, мы переживем там деурбанизацию, когда люди разъедутся из мегаполисов. В общем, короче говоря, возможны радикальные совершенно изменения, и непонятно, как они сложатся, как этот пассианс будет выглядеть. То есть, если вы знаете, такое есть, черное зеркало сериал, вот, и там вы смотрите, каждая серия рассказывает про победу какой-то одной технологии. Помните, бегают собаки? У меня кто-то в Питере проведал презентацию, и девушка говорит, я вообще не поняла смысла серии, а там реально смысла никого нету. Просто всю серию бегают металлические собаки, такие, и убивают людей. И все, и никакого, больше ничего, и всех убили. Вот, все. В чем смысл? Смысл, что мы не знаем. Если просто, что говорит нам Чарли Брукер, автор этого сериала? Он нам говорит, смотрите, вот вы изобрели роботов, которые в целом могут творить все, что угодно. Например, убивать людей. Вот. Дальше может случиться что угодно. Например, их какой-нибудь кибер-террорист вирус запустит, и они все побежали. Что будете делать? Или сверхмощный искусственный интеллект разобьется и скажет, что-то люди лишние. Они вредные, характер плохой, что-то им надо все время, протестуют, что-то хотят, и так далее. Собаки побежали, побежали, собачки, давайте делайте дело. Вот, и так далее. Мы не знаем, что произойдет. Но просто если вы создаете одно нечто, оно уже может привести к самым разным фатальным баскетам. Вот. Поэтому, значит, предсказать будущее невозможно. Слишком много игроков, слишком много интересантов в этом будущем. И понятно, что все они сейчас играют на полную катушку, потому что тот, кто выиграет сейчас в этой технологической гонке, значит, вот, если вы посмотрите просто на бизнесы, которым занимаются сейчас такие компании, как Google, как Facebook, как Amazon, как Netflix и так далее, вы увидите, что они делают уже все, что только возможно. От автопилотов до самолетов, от самолетов до газонокосилок. Они делают вообще все на свете, потому что никто не понимает, какая технология выстроена. Надо делать ставки на все на свете. И если вы сейчас посмотрите, как раньше, когда были стартаперы в Силиконовой долине, там у них регулярно их представляют, конференции, и раньше стартаперы все ждали инвестора для того, чтобы что-нибудь сделать мощно и рвануть со страшной силой. Сейчас это выглядит следующим образом. Стоит Apple, Facebook, Google, Amazon. Зон вокруг располагаются стартаперы и ждут, кого из них купят. Потому что бессмысленно. Вы уже никто не победит. Вы можете просто продать свой стартап какой-нибудь сверхмощной корпорации, и ни одна сама по себе уже такая конструкция выстрелить, по крайней мере, сейчас в таковой ситуации не могут. Вот. И они активно скупают все на свете про здоровье, про безопасность, про то, про сё, про пятое, про десятое. Вот. Да, в общем, сфера влияния меняется, все меняется, будущее непонятно. Второе. К чему я, по чему, то я рассказываю, что мы должны понимать про четвертый мировой. Я вам много рассказывал в предыдущих книгах, что мы глупеем. Ну вот. Это связано с системой, очень простой. Мозг так устроен, что он или потребляет информацию, или думает. Он не может делать одно и то же одновременно. Это сложно. Много информации, пока снизишь, что-то тебе сказали, сообрази там, куда всё, да? А потом что-то поварить, к чему-то соотнести, куда-то поместить там и так далее. 25 раз повторить. Только после этого это становится твоим знанием. Вот. И для этого нужно время. И этого времени у нас нету. Мы всё время находимся в потреблении информации, и, соответственно, соображаловка не включается и не работает. Но это не всё. Есть ещё четвёртая мировая. Четвёртая мировая нам какой сюрприз готовит? Она готовит нас сюрприз в виде лишения нас любого интеллектуального труда. Как вы думаете, на что сложнее запрограммировать машину? Решить сложную интеллектуальную задачу или пробежаться по этому магазину, не уронив ни одной книги? Сложнее, конечно, сделать такого робота, который пробежит по этому магазину, не уронив ни одной книги. Потому что за нашу с вами координацию движений отвечает больше 50 миллиардов нервных клеток. А за нашу с вами всю интеллектуальную деятельность, включая создание зрительных образов, видений, слышаний, вкусов и так далее, отвечает всего 18 миллиардов нервных клеток. В мозжечке у вас больше 50, в колье у вас 18. И поэтому самое сложное сделать робота, который будет хорошо двигаться, не падать, держать координацию и так далее. Поэтому могут опасаться, не опасаться следующие специалисты. Значит, я не иронизирую. Парикмахеры. Потому что очень нужна мелкая моторика. Если в моду не запустить лысость. У меня есть лайфхак, как преодолеть это. Если все-таки нам эта профессия будет мешать, мы ее, так сказать. Вот, это первое. И второе, это горничные. Потому что красиво складывать одежду, белье и прочее, тоже очень сложно научить машину. Это я вам рассказываю не своей фантазией, это так говорят программисты, которые занимаются программированием роботов. Все остальное можно воспроизвести и сделать механически. Сейчас еду готовят механически, скоро еду вообще на 3D принтерах будут готовить. И заливайте, и она делает. Но самое мне нравится, когда, из чего будут делать еду. Знаете, знаете из чего? Нет. Мы генетически модифицируем водоросли. И в центре океана, где никому не мешает, сделаем большие такие, как я не знаю, фермы, туда закачаем эту водоросль, она будет расти. И сразу со всеми микроэлементами, питательными веществами и так далее, изготавливаться там. К ней вот трубу, и по трубе это на станцию, и дальше всем по квартирам через трубоход в 3D принтер. Пришли на кухоньку, набрали, чего вам надо, и вам напечатало все с нужными вкусами и так далее. Красивые формы. Ну, если у нас хватит на это денег, тут есть тоже риски. Про это я рассказывал на последней встрече, что будущее это не для всех. Потому что мне все время говорят, ну, вы тут рассказываете, это все. Я тут рассказал историю, как, значит, в Инстаграме, как 1 декабря, новость в Калифорнийской. Значит, человек отметил что-то хорошо, сел за свой автомобиль за руль и поехал. И уснул за рулем. Проспал 7 минут, как минимум, пока его ловила полиция и гудела во все гудки. Он не просыпался. Машина ехала со скоростью 112 миль в час, это больше, чем километр, значительно, по хайвею. И не попала ни в какую аварию, ничего с ней не случилось. Знаете, почему? Это был автопилот, компания Тесла, машина Тесла. Спи за рулем, она благополучно тебя довезет до нужного места. Остановили его, просто обогнали. Встали перед ним, автопилот умный, препятствия есть, он остановился. Иди уже в окно, пьянь, вставай, как мы можем творить непотребство. В общем, короче говоря, да, я это рассказал, а мне кто-то в инстаграме написал. Да, у нас тут, значит, по нужде мы ходим в соседний сарай, а вы нам тут про Теслу. Так вы и будете, и там еще хуже будет сарай. Все решили, что если я рассказываю про прекрасное будущее, то все ждут, там стоят такие. Идите, у нас есть бессмертие, мы напечатаем вам органы, мы засадим вас, нейророботов, они соединят вас с облаком, вы станете самые умные. Кому это надо? Будут сидеть, что ли, думать, как нам, нас бессмертными сделать? Мы им мешаемся. Ну, нас много, мы еще дольше станут все жить, работаем мы. Что вы такого делаете, чтобы было кому-то нужно? Ну, сами себя развлекаем, так сказать. Самое большое ВВП в какой стране? В Соединенных Штатах. 87% населения Соединенных Штатов работают в сфере услуг. То есть они друг с другом обмениваются любезностями. А ВВП большое. Почему? Потому что технологии все решают. Понимаете? У кого есть облако? У всех есть облако. А где облако? У кого облако? В Америке. Да, ну вот, в общем, короче говоря, да, значит, да, я вам рассказал про информацию. И но и проблема состоит в том, что у нас отнимут всякие интеллектуальные профессии любые. Отменят профессии сначала бухгалтеров, экономистов и прочей всей деятельности, потому что все это можно будет вообще в принципе заблокченить. Все транзакции станут всем очевидными, и это будет для всех вроде бы удобно, но исчезнут, соответственно, профессии экономистов, финансистов и так далее. Как первыми уничтожили биржевых брокеров, и сейчас компьютеры соревнуются в микротрейдинге на биржах, а не люди. Вот, точно так же, значит, уйдут юристы, ну вот, потому что зачем, если все прописано, там же все стандартно, должно быть. А как же закон, что бежит, куда пойдет? Да, вот так, здесь дальше уйдут органы, уйдут чиновники и всякие разные эти деятельности, потому что можно будет, они же представительные органы власти. То есть, они представляют наши интересы. А если мы все можем напрямую голосовать за любое решение, зачем чиновники нужны? Они нужны. Ловлю идти. Ну, понятно, что мы поздно подключимся к этому. Но мы всегда ко всему подключаемся в конечном итоге. Вот, да, поэтому будут врачи, например. То есть, вот, сейчас столько знаний по медицине, что невозможно их врачу знать. Этим иногда жалко врача. Приходишь с ним к чем-нибудь, он на тебя смотрит, и у него явная растерянность. Он про это где-то читал, что-то много слышал, не помнит, что. Вот, еще вроде бы другой врач что-то ему про это говорил, и может быть лучше к нему. Вот, и так далее. Вот, и дальше, конечно, машины, которые будут способны принимать интеллектуальные решения, учитывая все показатели ваших анализов. Вот, а их можно будет сейчас брать очень много. То есть, чем лучше технологии, тем больше можно получить объективных сведений о том, что у вас в организме происходит. Но ни один человеческий мозг не способен обсчитать. Вот он 225 показателей выдаст, и сидит доктор и смотрит на это. Вам по вашей любой профессии, давайте я выдам 225 показателей и посмотрю, что вы скажете вам с этим. Непонятно, да? Но машина может рассчитать, тем более, что у нее корреляции, научно доказанные эксперименты и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, и, конечно, создание такой системы, такого как бы умного доктора. Сначала к нему, конечно, в качестве приставки будет человек применяться. Он будет говорить, здравствуйте, как вы себя чувствуете? Сейчас мы все проверим, не волнуйтесь, вы будете заходить в какую-нибудь трубу. Все выходит. Очень хорошо, мы сейчас провели ваше комплексное обследование. Сейчас мы посмотрим, чем мы можем вам помочь. Дальше нажимаете на кнопку, там у меня не выезжает. Ай-пад, на ай-паде написано. Значит, скажи, муж, ну... Вы будете жить долго, счастливо. Вот, значит, у вас все отказывает, но мы вылечим это вот этим, вот этим и вот этим. Вот. И приставка такая будет, чтобы не пугались. Вот. А потом в целом и приставку можно сократить. Вот. Поэтому мы, конечно, мы будем глупеть, если не будет работ, которые требуют интеллектуальных решений. Вот. Логистика, например. Сейчас вот сделать умные полки в этом магазине, и все, можно отменить всю логистику. Почему? Потому что полка будет знать, что на ней стоит, что с нее взяли, сколько времени это на ней простояло. Не надо ли это переставить на другую полку и так далее. Да, ну вот. И это легко решит задачу большой, как бы сказать, вообще, это делается большим, конечно, у людей такая штука. А тут ее раз, и сидит один робот все считает. Вот. И, в общем, короче говоря, на последнее я рассказывал, что не всех все-таки ждет счастье. Вот. Потому что, как бы, вообще весь мир сейчас очень криво у нас устроен. Значит, у нас очень существенно перераспределены финансовые потоки в мире. Вот. У нас очень так перераспределены ресурсы некорректно в мире. Вот. И это все неизбежно будет приводить к тому, что будут всякие разные напряжения возникать дополнительные. То, что из Африки люди побежали в Европу, произошло не просто так. Понимаете, это как зона низкого и высокого давления. Где-то очень хорошая жизнь, где-то очень плохая жизнь. И вы хотите, не хотите, а люди оттуда попрут. Они соберут колонны и пойдут через Мексику и из Мексики в Соединенные Штаты. Вот. Начнется массовое переселение людей. В места, где, собственно говоря, есть шанс, что это будет, если, по крайней мере, не у тебя, а у твоих детей. Вот. А они именно этим движимы, эмигранты. Вот. Они не думают про свое счастье. Вот. Они еще очень патриархально устроены из этих миров. Индусы, пангладешцы там и так далее, и так далее. А это я вам перечисляю миллиардные нации. По миллиарду и там, и там. Вот. И там бедность, и там все несчастье, и так далее, и так далее. А ты переезжаешь, закрепляешься, работаешь непонятно кем, а потом надеешься, что твои дети выучатся в этой среде, смогут получить дальше высшее образование, и все. Твои дети, как бы, вот. И они еще живут ради детей. Вот. Это у нас уже все как-то стало меняться. У них пока нет. Да вот. И будет неизбежно это давление такое социальное. Это потребует к тому, чтобы были введены какие-то заграждения. Эти заграждения приведут к терроризму. Вот. И дальше будет эта эскалация происходить очень драматическим образом. Ну вот. Дальше возьмут китайцы, начнут творить то, что они творят. Вот. А они большие специалисты. Вот. То, что происходит в Китае сейчас, они просто подняли, они очень, конечно, толковые. Вот. Нам бы, конечно, у них учиться. Они все как-то умудряются всегда, так вот, чуть-чуть бежать впереди. Значит, сначала они побежали впереди с дешевой рабочей силой. Когда они поняли, что дешевая рабочая сила перестала быть преимуществом, потому что есть роботы, которые без людей делают продукцию, зачем машину производить в Китае, если ее можно производить в Америке, не используя труд американцев? Средний срок окупаемости технического робота на производстве – 6 месяцев. То есть вы устраиваете робота, и через 6 месяцев он работает бесплатно. Потому что он уже окупился. Люди не участвуют. Вот. И Тесла – это огромные, там, эти ангары, там, если вы посмотрите фотографии, это такой просто полигон из этих корпусов. Там нет людей. Там парковка пустая. Там просто делают роботы, делают машины. Вот. И китайцы поняли, что раз, значит, так, надо самим переходить на роботизацию. Китай сейчас самый высокий рост автоматизации производства. В стране, где самая дешевая рабочая сила всю жизнь была, у них самый интенсивный рост этой роботизации. Значит, плюс они плевали на личность. Вот это права ее. Эксперименты над человеком их очень не сильно волнуют. У них много. Я не могу волноваться. Вот. Да. И они в обход всех международных конвенций тестируют новые технологии, которые пока боятся. Вот уже на свет появились два генно-модифицированных ребенка. Первый в мире. Значит, им изменили ген, который сделал их абсолютно, как бы сказать, невосприимчивыми к ВИЧ. То есть они никогда не заболеют. У них отец болеет ВИЧ. А они никогда не заболеют ВИЧ. Почему? Потому что им в их генотипе на уровне, пока они были зиготы, вот этой клетки примитивной, произвели соответствующие изменения в генах. Дали ген, который не позволяет вирусу воздействовать на эти белые клетки крови. Вот. Значит, и дальше они будут дальше. У нас везде все ограничено. Как же так? У нас генотипы, святая корова, вот это вот, что-то, генотипы. Мы не будем ГМО есть, вот это. Кто не будет есть ГМО? И химию кто не будет? Мне очень нравится. Там точно химии нету? В святом духе нету химии. Во всем остальном химия присутствует. Я серьезно. Ну, как правило, там углерод, водород, кислород. Что-то там должно же быть, все, нет? Или чем? Вот. Да. Да. И они, соответственно, конечно, будет генная модификация. И дальше, возможно, будет генная модификация живых организмов, уже существующих. Не на уровне зародыша, ну, вот, как бы совсем, да. Ну, вот, а вот такие будет нано-робот, он будет въезжать в клетку вашего организма, входить в ядро, находить нужную последовательность ДНК, этот вот, больного гена, вырезать его, сшивать. Это химия. Если кто-то боится химии, то вот она такая. Да, вот. Вырезать, зашьет, и у вас нету генетической предрасположенности там, к чему вы, как вы. Вот. И так далее. Да, и мы вот будем все мяться, ножки на ножку, вот, а китайцы эти технологии создадут. И вот мне будет интересно, как вы себя поведете, если вы узнаете, что у вашего ребенка или родственника неизлечимая болезнь, которая легко лечится в Китае. Что вы будете делать? Да, вот. В общем, короче говоря, ну, а там тоже, понимаете, в Китае там свои погремушки-то, вот, они решили воспитывать на свое народное селение. Их понять можно, вот, потому что оно, конечно, селение диковатое, вот, это, как бы, ну, исторически так сложилось. Оно, в общем, спросить у отельеров, что для них заселяющиеся китайцы в отеле. Вот. Они вам расскажут массу историй, вы не будете знать ни то смеяться, ни то плакать. Вот. Да. И они их воспитывают, значит, помощью камер, видеонаблюдения, которые распихиваются во все места. Вот. Все люди идентифицируются. На них на всех есть личные дела. Информация эта стекается. Вот. И про каждого китайца, значит, китайское правительство будет знать все, на какие сайты он ходит, с какими людьми он встречается, там, я не знаю, как он проводит свободное время, нарушает он правила дорожного движения или не нарушает, и так далее. Вот. Вот. И дальше они будут, у них там 12-ти бальная такая шкала в этих тестовых регионах, где это проводится. И в зависимости от того, сколько вы набрали, дальше эти данные будут покупать, например, банки. Если вы приходите, у вас 12, банк вам даст под низкий процент кредит. Если вы приходите с 3, вам говорят, извините, ваш работодатель, наверное, еще не купил эту базу данных, но скоро купит и вас уволит. Вот. И так далее. И дальше это будет, собственно говоря, все просто. И они их будут воспитывать таким образом, потому что все будут знать, что постоянно под колпаком, постоянно под наблюдением. Вот. Не будут входить ни на ненужные сайты, не будут делать ненужные вещи. Вот. Будут делать что-то, наоборот, правильное, как понимает эта коммунистическая народная партия Китая. Вот. И дальше там тоже будет все. Вот. И еще плюс, у них будут технологии, каких нет у других. А потом они еще что-нибудь придумают, ну, отмочут, так сказать. Им же закон не писан. Какая свобода личности? Где? Китай? Или что там? Эксперимент или над людьми нельзя стоить? Они первыми начнут, скажем, имплантировать в мозги там все на свете направо-налево. Кто им запретит? Никто. У них своя жизнь. И дальше они раз, и к облаку начнут подключаться китайцы. И такие раз, и у них такие как... И все сразу разруливать начнется. И все такие сидят и чувствуют себя дураками. А китайцы просто. Ну, шучу, но в этой шутке как бы есть доля шутки. Вот, значит, и что я еще хотел бы добавить, потому что я это все рассказывал уже так и не иначе. Я хочу добавить к вопросу о том, что меня все время спрашивают, что делать-то. Ну, вот, ну, в смысле не что делать-то, что делать-то, что делать-то, что делать-то, что делать-то, нечего. Я вам прямо скажу. Вот, с земли не сойти. Там маска все пытается, но тоже, видите, пока... Вот, она держит крепко. Вот, так что мы никуда от этой всей счастливой жизни не уйдем. Вот, и нам предстоит, конечно, очень красивые аттракционы. Вот, и мы многое будем наблюдать еще в своей жизни. Возможно, она у нас будет все-таки более продолжительная, потому что все-таки технологии какое-то время будут многим помогать. Надо же эксперименты ставить в больших количествах. В конце концов. Любая медицинская процедура, как вы понимаете, сама по себе является экспериментом. На 100 тысячах провел, 5 человек умерло. Хорошие процедуры. На 200 тысячах провел, умерло 10. Нормально, продолжаем, там уже духи. Все, надо же. Вот, да, значит, мы никуда от этого не уйдем. Вопрос, условно говоря, какие отрасли, в принципе, являются еще перспективными. Это мое личное оценочное суждение. Могу быть неправ. Значит, вот я все время тешил себя мыслью, что то, чем я занимаюсь, является, конечно, самым уникальным, человеческим и вообще. Вот. Ну, гордыня моя, так сказать, пришла к своему закономерному финалу. Значит, среди врачей первыми исчезнут психиатры. Во очень простой причине. У нас, на самом деле, мало болезней, которые мы лечим. Они просто сложно диагностируются. И хороший психиатр – это человек, который умеет хорошо диагностировать психическое расстройство. Вот. Сейчас, когда мы попали в живой работающий мозг, значит, мы найдем все корреляты всех психических расстройств. Для того, чтобы поставить человека, человеку соответствующий диагноз, его достаточно будет посадить в аппарат, замерить ему состояние мозгов и сказать, принимаешь галоперидол, дальше всю жизнь отсюда и до конца. Ну вот. И не нужен будет никакой психиатр с его уникальными диагностическими способностями. Вот. Значит, ну, психологи. Я не психолог, но как бы все равно в массовом сознании я психолог, поэтому я как-то несу за это ответственность. Вот. Значит, создаются сейчас боты, которые позволяют тематически решать ваши психологические проблемы. Боты – это искусственный интеллект, самообучающий, который с вами разговаривает, который вас понимает, который вас поддерживает, который вас одобряет, который дает вам советы, который, ну, в общем, и уже такие боты тестируются на студентах, студентам помогает. Ну вот. Значит, дальше дело пойдет. И, понимаете, создать такого бота и потом вылечить одним ботом миллиард значительно экономически целесообразнее, чем подготовить миллион психологов, которые будут этот миллиард лечить, но безыспешно. Значит, да, и, соответственно, будут создаваться, ну, посмотрите, у вас будет бот, вот вы, например, хотите худеть, да, и у вас будет умный бот, вот, который будет вам говорить, сейчас кто-то покушает кашки, кашки, малашки, молотинка, ложечка за папу, ложечка за маму, вот, только вы куда-то потянетесь за сладким, он говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, жердяй, 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 ой-ой-ой-ой, и вы такие, ой-ой-ой-ой-ой, и он так, и только вы куда-то, это, ну, хороший, хороший, это вообще, тварь вообще, без гнев, сила воли, все, раз, такой, ночь у холодильника подбегаешь, и я все вижу. удобно да и можете своровать идею еще вроде не видел что такое да значит да соответственно психология вся чертовой матери никому не нужна значит сейчас уже и чар ну вот тоже работа с людьми значит сейчас и чары переходит на будут искусственный интеллект будет вас тестировать ну вот потому что он будет тестировать объективно он будет смотреть всякие скорости реакции там то есть 5 10 и будут определять значительно лучше потому что и чар вы придете в глаза посмотрите похлопаете про это уси муси вот это вот щаски мяськи масящики вот это все и он говорит ну ладно идите работайте к нам с искусственным интеллектом так посмотрите вот это знаю это это не знаю понятно так еще и так на вот и в общем все что работает с людьми был можно будет как выясняется электрифицировать какие все это можно будет поправить вот значит соответственно остаются области в общем если не человек дан то остаются вроде бы области технологии с технологиями тоже дело такое значит но понятно что всегда есть фундаментальная физика да и она никуда не денется и собственно говорить вопросу у нас стоят потому что сейчас куча есть всяких разных решений интересных которые нужно до воплотить в жизнь но условно говоря вот представьте вопрос с электричеством главная проблема электричества в чем состоит когда вы его передаете она теряется да поэтому если у вас электростанция станет где-нибудь черт знает где она пока то по проводам доедет она все потеряется и вы можете в африке расставить просто бесконечное количество солнечных батарей а и не с роботами пойти так они прям бегают и чистят такие роботы по батареям прикольно вот и они выставляют и дальше вам тянут в европу в америку все куда в китае электричество пока физическая проблема что его туда не дотянуть она теряется по ходу да почему маска там очень сильно хвалился сейчас что он свои аккумуляторы делает такие хитрые которые способны очень долго удерживать электричество в больших объемах то есть это самое сложное но вот например есть оптоволокно она же передает свет у фотона передает электричество почему ему не передать сейчас подумают покумекают придумают и будут каким то образом электричество с африки распределять по всем остальным местам и можно закрывать атомные станции можно закрывать это там все гидростанции тоже не все портят и прочее 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 у вас будет дармовое электричество роботы которые там бегают они бесплатные потому что они на том же электричестве бесплатно и так далее в общем короче говоря до физика дальше вопрос химия химия вообще это новая такая тоже вещь потому что мы только сейчас начинаем понимать всю глубину этого всего хозяйства если мы поймем химию организма и я вам все время говорю что мы сейчас с вами свидетели только первой нейрофизиологической революции то есть вот эту всю свою галиматью и рассказываю на основании всего лишь одного шага когда мы увидели работающий мозг а сейчас мы увидим химию работающего мозга огромное количество химических веществ нейромедиаторов и там всяких их помощников которые постоянно вырабатываются изменяются там и так далее регулируют работу вашего эмоциональное состояние вы переживали любите не любите надо не надо и все и желание нежелание и прочее прочее сейчас это мы выясним все и сможем химическими веществами полностью регулировать ваше настроение распылили так все хоть довольны в общем короче говоря в химии есть перспектива вот и есть перспектива как мне повидится в нейрофизиологии пока потому что если вы посмотрите на отдаленные вот прогнозы все все в этом сходится что как бы начиная условно с тридцатых годов у нас начнется колонизация мозга то есть мы начнем свой собственный мозг пытаться колонизировать то есть мы будем пытаться его например расширить до размера облака цифрового для того чтобы оттуда потреблять информацию напрямую значит мы будем делать какие-то апгрейды собственного мозга который позволит не только увеличивать память на увеличивать внимание увеличивать там сообразительную скорость реакции там и так далее вот то есть предстоит ну самая такая фантастическая вещь да это то что будут созданы на на роботы которые могут жить внутри тел ваших нейронов и сообщать о состоянии нейронов в облако и в этом случае вы будете иметь непосредственно прямую связь ваш вы цифровой носитель в цифре все там и вы можете там любую информацию пользоваться в чем будут производить и так далее вот в результате вы будете то что сами себе вообразить и чувствовать видеть и слышать и так далее потому что все это есть результат просто деятельности наших нервных тканей вот поэтому я думаю что вот это такие вещи перспективные я буду в той последовательности рассматриваю физика химия и нейрофизиологии нейробиологии вот это для молодежи было безумно интересно дорогие друзья вопросы несколько вопросов и пожалуйста ну значит вообще мы сейчас переживаем мне кажется в кризис на вот который связан с тем что в принципе разрушились все прежние индустрии то есть вот раньше все-таки существовали разные индустрии ну вот условно говоря любом искусстве существовала механика производства хита дорогого продукта там и так далее живописи неважно творчестве там и так далее там в оперном искусстве там каком угодно симфонической музыки в шоу-бизнесе так далее сейчас все эти индустрии рушится вот рушится иногда как бы очень смешно бузова может собрать стадион который будет слушать ее музыку вот и все нормально ни у кого нету никаких то сказать ничего вот да и поэтому это будет происходить большая турбуленция вот и в турбуленции самые разные могут быть штуки но рано или поздно скорее рано а в целом все это будет воспроизводиться конечно искусственным интеллектом вот сочиняться музыка писаться картины конструироваться дизайны там и так далее и так далее так далее более того скорее всего будет возможно что вы будете просто думать что-нибудь а он по мотивам того что вы думаете будет создавать то что вам с чем вам жить потом вот поэтому вот примерно такое ну вот думать что творчество является чем-то вот каким-то мы просто ему приписываем такой статус вот какой-то невероятный на самом деле просто у приматов у этих такие развлечения вот эти развлечения ну вот можно воспроизвести как и любые другие спасибо пожалуйста спасибо большое дело в том что вот то что вы сказали это абсолютно насчет технологии вот технологии изменяется изменяется мир а как насчет гуманизма а как насчет и этики ведь все это будут делать люди они могут вот что-то сделать а дальше отступиться пускай вот эта профессия остается значит новый я эти вопросы как-то в книге затрагиваю поэтому я сейчас только какие-то фрагменты рассказываю вот но мы претерпеваем будем претерпевать радикальные изменения вообще в принципе человечности будут изменяться структуры брака семьи и воспитания детей и так далее существуют прогнозы недостаточно реалистичные что через 20-30 лет дети не будут рождаться естественным путем они все будут рождаться экстракорпорально причем скорее всего они будут воспитываться в искусственных не воспитываться а раститься в искусственных матках вот мужчина женщинами вообще как я прочитал куб это в статье значит рецензия на книгу где там записано было автор считает что спустя значит 20-30 лет тыкать в кого-то значит перец тыкать пенисом в человека будет считаться аморальным но это связано с тем что ресурсы которые сейчас там используются в области сексуальных как бы у тех ну вот там очень активно они как бы сказать первую очередь все это пользуются и скорее всего это будет значительно веселее чем делать это с настоящим человеком уж точно значительно более безопасно вот и вполне возможно что но на этом фоне вообще непонятно что будет семья собой представляете будет ли она вообще в принципе каким-то образом организовываться вот а если это тоже дальше вообще непонятно мы как 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 в принципе социальность будет формироваться вот что в принципе будет рассматриваться как гуманизм если по прогнозам куртсвейла например 2021 году мы начнем принимать первые законы об отношениях между роботами и людьми вот но и это не лишено смысла потому что роботов действительно можно как бы сказать что то с ними делать что потом будет интерпретировано именно уровне более высокого их осознанности как не самая хорошая жизнь и они могут предъявить счет так сказать вот поэтому лучше сразу вести себя с ними хорошо я кстати в книжке рассказываю это полу хохману она абсолютно настоящая значит в калифорнии уже создана церковь значит искусственного интеллекта вот и они ждут его пришествия вот и значит вы смеетесь но они выговорят что вот если вы как бы он сейчас все пока все маленький не в курсе вот а когда он это он будет знать кто из вас ему спас а действовал кто так сказать хорошо относился к его приходу а кто вот там говорил что за глупости вот это все вот это вот и так далее что за дурак этот искусственный он никогда не сможет как человек вот он всех тоже сразу и так сказать призовет к этому ну я серьезно они там обсуждают это вот да поэтому да максимальная кратка а как же душа да вот то есть но грубо говоря то есть материя это материя наш разум но уже физики дошли до того что заглянули не только нового ядра да там и атомы крутится вокруг они заглянули еще лучше там оказалось там ничего там только энергия только энергия взаимодействие соответственно вот эта энергия вот эта душа наша то есть она у них физическая это энергия она физическая там нету души это как у меня такая книжка была дневник канатного плюс у нас и там такая была шутка это сказать такой ответ фридриху нитше это книга там сохранены все головы но все переписано и там мальчишки игрались искали душу лягушку вскрыли она сдохла а души так и не однажды нарушилась пожалуйста интересует интересует принципиально возможность того что можно ли как вы сказали эффективного человека не вот например как вот фильме вне себя как-то дублировать там человек потому что участок если вот это как раз вопрос который должен быть решен в рамках второй революции да ну вот и тогда мы поймем нужна ли нам третье третье мира физиологическая революция будет связано уже с реализуемыми сейчас проектами просто они находятся пока на стадии как бы сказать условного процента да и то есть это им около десятилетия надо будет для того чтобы решить задачу это создание полного коннектона всей карты нейронов и их связи в нашем головном мозгу на вот и вы правы значит вот с ними существенное влияние на это все оказывает и нету это транзисторы носа с характером каждый нейрон то есть вы можете запустить на него определенный сигнал который будет как бы пороговым но он на него не среагирует а потом на такой же и среагирует у него в общем своя какая-то там есть логика которую мы пока и до конца не понимаем с другой стороны если химия выяснится что она влияет только как бы на характер активности то этот характер можно будет воспроизводить другими способами просто там увеличивая условно там какое-то напряжение да там создавая какие-то перепады в системе вот в целом если мы выясним что содержательная часть все-таки находится именно в анатомическом строении мозга да и синаптических связях между нейронами тогда наличие вот точной карты позволит создать вашу точную цифровую копию и ваш и вы не будете думать что вы не настоящий потому что в рамках этой цифровой копии вы будете ощущать себя точно так же как вы ощущаете себя физическом мире ну просто вам нужно будет на рецепторы давать соответствующие раздражители а это уж вообще не хитрое дело особенно если нужно сразу цифровым сигналом задавать то в общем наш мозг из чего угодно нарисует так сказать и сложен вот поэтому это вот вопрос который мы вот узнаем сейчас то есть является ли химия только вот который она создает средовую какое-то воздействие или она действительно вмешивается внутрь самого вот интеллектуального процесса да то есть мы сейчас знаем например гетерохимики так называемые они вот обнаруживают сейчас вот эти вот когнитивные паттерны и выясняют что вот там словно говоря вот птички например когда спят они в голове прокручивают мелодии своих песен вот они тренируют мозг чтобы он удерживал вот те связи которые они в течение дня послушали для того чтобы и потом у них одной молекулы серотонина условно говоря достаточно для того чтобы воспроизвести эту цепочку то есть они настолько спаиваются эти связи на вот что они становятся ну как бы выскакивают как автоматизма при элементарной химической стимуляции вот но вот если это только как стимулирующий фактор средовой тогда не страшно но если он этот средовой фактор влияет на то что наши нейроны в какой-то момент отвечают на сигнал в какой-то момент не отвечают это будет проблема безумно интересно все что рассказывает андрей владимирович нас очень большая автограф сессия предстоит поэтому я думаю мы будем к ней переходить поблагодарить нашего гостя спасибо вам очень так 1 секунду так внимание внимание так дорогие друзья тот кто не собирается оставаться на автограф сессию спокойно встает и вот сюда налево